Девчоночки мои дорогие, всем привет! Вы на канале Тайный Девчонок. И сегодня у нас с вами социальный эксперимент с прокладками. То есть, что он вообще будет с собой подразумевать? Во-первых, мы соберем из моего хранения прокладочки, допустим, вот в эту вот корзиночку, а затем отправимся в мою школу, в женский туалет, естественно, и там эти прокладочки оставим. И посмотрим, будут ли брать девчонки эти прокладки. Возможно, у какой-то девочки внезапно, например, месячные начнутся, и у нее не будут с собой прокладки, и она сможет воспользоваться теми, которые я там, собственно, оставлю. Сразу скажу, что идея для видео не моя, я взяла ее с канала Женские секреты. Мне она показалась очень интересной, поэтому я решила, так сказать, воплотить ее и на своем канале. Очень надеюсь, что итоги этого эксперимента нас смогут как-то порадовать, удивить. Но мы уже, давайте, не будем затягивать, вы не забывайте подписаться. Ну, а мы уже начинаем. Вообще, в нашей школе всего лишь две туалетные кабинки, это значит, что все прокладки, которые я возьму, я буду умножать на два. Давайте, например, начнем с ночных. Конечно, я их много брать не буду, возьмем буквально одну штучку. Для тех девчонок, у которых, например, вот они используют и ночные прокладки как днем, так и ночью, у которых выделены прямо очень обильные, и, возможно, у которых там прокладки обычно не справляются, и они даже днем носят, например, ночные прокладочки, поэтому возьмем вот для них по одной штучке в одну кабинку. Давайте, наверное, это будет, ну, например, вот такие вот кодекс. Во-первых, у меня это старый дизайн, я как-то, во-первых, эти прокладки хочу уже подиспользовать, то есть как раз я если вот эти две штучки заберу отсюда, то у меня здесь останется одна штука, и я уже уберу своего хранения, так как это старый дизайн, я уже вот купила новый, поэтому мне они, в принципе, хранения уже не так нужны, поэтому я их, в общем-то, отдам девчонкам, и, возможно, кому-то они понадобятся, и кто-то сможет ими воспользоваться. А вот эту вот пачечку я пока отложу, возможно, беру какой-то другой ящик, и так видео каких-нибудь вам буду показывать, ну, в общем, они уже куда-то уберутся. Так, давайте для начала возьмем, наверное, вот такую вот Беллу идеале, ультра-нормал, они идут на 5 с плюсом капелек, поверхность у них мягонькая, еще, конечно, их не успела попробовать, так как это моя новиночка, думаю, что девчонкам они должны понравиться, поэтому давайте возьмем, наверное, их одну штучку. Так, еще что хочу взять, это будут, наверное, вот такие вот от Мисс, они, конечно, довольно-таки бюджетные, но, в принципе, так они в целом, ну, неплохие достаточно, то есть там и клей нормальный, думаю, что девчонкам должны они так же понравиться, потому что я их, ну, в принципе, они бюджетные, сказать, что я прям их очень сильно люблю, нет, конечно, но довольно-таки неплохо. Давайте их возьмем, наверное, также одну штучку. Еще какие я хочу взять? Вот такая вот натурелла, Cotton Protection, они гипоаллергенные, возможно, у каких-то девчонок аллергии, например, на прокладке, и они увидят то, что прокладочка такая беленькая, без какого-либо дизайна, возможно, поймут то, что это именно гипоаллергенная прокладка, и возьмут ее и воспользуются, поэтому этих я возьму одну штучку. И также еще одни, это будут вот такие вот Kotex Ultra Soft на 5 капелек, у меня это также еще старый дизайн, но ничего страшного, их я просто обожаю, прекрасная мягонькая поверхность, маленькие крылышки, ну, то есть вообще очень замечательные, поэтому также их положим в школу. Итак, у нас с вами получилось вот эти вот четыре прокладки, конечно, они все разные, но ничего страшного, в одну кабинку положу, там, например, вот эту пару, а в другую вот такую. И теперь давайте соберем, наверное, четырехкапельные. Их я также хочу взять под две штучки в каждую кабинку. Давайте, наверное, для начала я хочу взять вот такие вот Kotex Young, они идут на четыре капельки, естественно, мягкая сеточка. У меня это также старый дизайн, вот у меня стоит здесь новый. Надеюсь, то, что вы не будете сильно против, то, что я девочкам ложу именно старые дизайны, но просто мне нужно от них как-то поизбавляться, чтобы свое хранение как-то обновлять какими-то новыми прокладками, поэтому я вот хочу именно им старые дизайны положить. Надеюсь, что вы не будете меня за это как-то ругать. Давайте возьмем две штучки такие. И здесь остается вот так вот очень мало прокладочек, но все равно я уберу их вот сюда, ничего страшненького. Дальше, что еще хочу взять, значит, нам нужно еще две. И, наверное, это будет, не знаю, ну давайте возьмем оллу. Я ее, конечно, еще эту оллу не пробовала, но, как по мне и как многие девочки говорят, то, что им эти прокладочки очень нравятся. Да, конечно, они пухленькие, но у нас как раз так получится, то, что две тоненькие прокладки и две будут пухленькие. Поэтому вот такая вот олла. Очень, в принципе, неплохие. Думаю, что будут, конечно, достаточно большие крылышки, но, возможно, кому-то это даже понравится. Ну, лично я такое не очень люблю, но все-таки. Так, значит, берем, давайте, давайте одну штучку таких, и еще одни четырехкапельные. Уже в другую кабинку я, наверное, возьму вот такую вот белу, херпс, липовый цвет. Поговорила уже, что эти прокладочки просто обожаю, они прекрасные, мягонькие, как облачко такое. Ну, в общем, все в них очень даже хорошо, достаточно ненормальный клей. То есть я беру еще такие прокладки, у которых будет более-менее нормальный клей. То есть там не ложу какую-то, например, бюджетную сильно Милану, у которой там клей может иногда отклеиться, потому что это все-таки школа, и девчонкам будет, скорее всего, не очень комфортно в каких-то прокладках, которые будут постоянно отклеиваться. Поэтому я ложу более-менее хорошие прокладочки. И вот четыре мы уже с вами собрали. И теперь остались только трехкапельные. Так, давайте их положим опять на место, и будем двигаться уже в правую сторону. Из них я бы хотела взять, наверное, ну, две штучки. И давайте это будет вот такая вот Белла. Классик, новый комфорт. В принципе, уже говорила, что эти прокладки очень хорошие. Мне они прям безумно нравятся. Думаю, что девчонкам они так же, кто их еще не пробовал, возможно, они понравятся. Да, конечно, немножечко специфическая такая сеточка, такая немножечко пластиковая. Но мне вот, как я уже сказала, это очень даже нравится. И думаю, что, ну, две вот эти прокладки будут очень даже неплохим вариантом. Так, опять-таки, у нас все подиспользовалось. Очень мало осталось. Ну, это даже, знаете, это к лучшему то, что как-то вот прокладки подиспользуются, чтобы потом как раз я буду делать уже закупку совсем скоро. Ну, как скоро? Где-то вот через недельки, через три. И вот там у нас как раз уже будет для новых пачек прокладок уже больше будет для них места. Так, значит, вот что у меня получилось. Получается, что в одну кабиночку пойдет... Так, сколько у нас здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть шесть прокладок пойдет по одну в одну кабинку. И я сейчас все это как-то переложу в какие-то пакетики. И сейчас, наконец-то, уже отправимся в мою школу. Будем там все это раскладывать. И узнаем вообще, как будет происходить наш эксперимент. Ну вот и все, я уже на месте. На самом деле, не знаю, что я вам сейчас показываю. Весь в школе туалет. Ну да ладно. Значит, все уже расставила, как в первой кабиночке. Все хорошо стоит, все видно. Так и, собственно, во второй. И сейчас я уйду, получается, на пять уроков. И в конце учебного дня я сюда вернусь. И мы уже с вами посмотрим на итоги нашего эксперимента. И вот так вот все это выглядит снаружи. Все, девочки, у меня закончились ровно пять уроков. Для вас это, конечно, было как секунда. Но для меня это довольно сложно и долго. Так вот, заходим и смотрим, что там у нас по результатам. Ну что, девчоночки, я уже дома. На самом деле, сейчас немного плохого освещения, потому что сейчас вечер и нет дневного света. Ну ладно, ничего страшного. В общем-то, я эту часть видео записываю уже второй раз. Сейчас я расскажу, почему. Кстати, это очень интересный такой поворот событий. Сама не ожидала. Итак, значит, что касается этой вот корзиночки. Ну, вы сами, в принципе, все видели. То, что ее сразу же разобрали. То есть за пять уроков девочки разобрали отсюда все прикладочки. То есть я даже не ожидала, в принципе, такого. Ну, разобрали, разобрали. А вот с этой вот корзиночкой все оказалось вдвойне интересней. Как я вам уже и сказала, этот кусочек видео я записываю второй раз. И вот, получается, вчера, когда я пришла после школы, после проведения эксперимента, я когда записываю этот кусочек, я почему-то, знаете, как-то особо внимания не обратила. И сказала там то, что вот эти вот две прокладочки, это именно Белла. То есть подумала, что это они, потому что они, в принципе, похожи. Особо как-то на них не всматривалось. И ничего такого подозрительного не заметила. А вот в левой кабинке остались только вот эти вот две прокладки, как раз трехкапельные. Вот такие вот от Белла, классик, новый комфорт. То есть их девчонки вообще не забрали. И вот такие вот две одинокие прокладочки лежали. Но, как оказалось, вот сегодня я решила прибраться в своем хранении немножечко. И смотрю на эти две, вот такая думаю. Ну, нужно, наверное, их обратно поместить в свое хранение, обратно в эту пачку. Начинаю их, да, в общем-то, вставлять. И понимаю, что нет, что-то не сходится. То есть они какие-то белые. У них нет никакого абсолютно дизайна. То есть, как, например, вот у Беллы. Совершенно другой шов. И поняла, что это не мои прокладки. То есть я просмотрела все, и у меня вообще таких абсолютно нету. Да, вроде бы поверхность похожа на Беллу, но это не мои прокладки. У меня таких у вас абсолютно нету. И как раз я вот все вчера, когда снимала, думаю, почему вроде бы вот все девчонки все прокладки забрали, а только вот такую вот две, ну типа Беллы оставили. Это для меня было такой загадкой. И вот сейчас для меня дошло то, что... Ну, это прямо очень такой милый момент. То, что, скорее всего, девчонки, возможно, девочка какая-то, положила свои прокладочки вот в мою корзиночку, чтобы другие ими пользовались. То есть, ну, это, понятное дело, что это прокладки не мои. И получается, ну, естественно, то, что это кто-то их сюда положил. Поэтому, скорее всего, ну, девочки просто сюда положили, чтобы другие ими пользовались. Как-то решили, так скажем, продолжить мою вот такую вот акцию. Ну, если так можно ее назвать. И, в общем, это прямо очень мило, приятно. Огромным за это спасибо. То, что они вот так поступили, это прямо очень круто, правда. И вот поэтому наш эксперимент произвел такой огромный оборот. Потому что, ну, как бы я вчера просто не заметила этой подмены. А вот сегодня как раз, слава богу, решила прибраться и все заметила. Давайте, наверное, с вами откроем одну прокладочку. Возможно, кому-то интересно, что это за прокладки. Как я уже и сказала 500 раз, то, что у меня таких не было. То есть, это что-то такое новенькое, необычное. Хотя нет, вы знаете, они, правда, очень похожи на Беллу. То есть, у них прям поверхность, она точная копия практически. То есть, вот они вот так вот выглядят. Тут такая довольно-таки, знаете, сеточка. Она жесткая, вот, допустим, вот у Беллы. Но они точно практически такие же, только сеточка вот такая же. Но только тут другой немного дизайн. Другая вышивка на ней. А так, сами прокладочки очень похожи именно на Беллу. Ну, в общем-то, вот такие вот, в принципе, самые обыкновенные прокладки, я бы сказала. Даже на самом деле не знаю. Скорее всего, сейчас вот это вот, которое я уже вскрыла, я ее не буду себе оставлять, так как не буду ее уже использовать. А вот эту вот закрытую прокладочку я, наверное, верну в школу обратно. То есть, завтра, когда туда пойду, это будет суббота, я обратно туда положу, и, возможно, какая-то девочка с ней есть, но воспользуется, возможно, кому-то понадобится. Вот, то есть, я ее обратно верну на место. В общем-то, вот такой вот, в общем-то, у нас эксперимент получился. Как по мне, безумно интересный, безумно прикольный. Не ожидала, что все вообще так повернется, что так все круто получится. В общем-то, я надеюсь, что вам это видео очень понравилось. Я старалась. Снимала, как видите, его, ну, понятно, что дело, что не один день. В общем, я вас всех очень сильно люблю. Увидимся с вами уже совсем-совсем скоро. Ну, и всем до новых встреч. Пока!